Владыка даст вам знамени, вот Дева понесёт и родит сына, и назовут ему Эммануил. Собственно, звезда, не красная звезда, а именно рождественская звезда. Это, конечно, ничто иное, как введение в заблуждение, говоря мягко. Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг», меня зовут Николай Волков, и сегодня у меня в гостях старший научный сотрудник Института перевода Библии Иван Лобанов. Здравствуйте! Блаженный Августин заметил, что в Ветхом Новый Завет сокрыт, а в Новом Ветхий открыт. Что это значит? Ну, как всегда, Августин обладает ярко-такой афористическим высказыванием, оно даже в рифм получается, и в латинском тоже. И он имеет в виду о том, что для нас Ветхий Завет окрашен строками Нового Завета. Всё, что в Новом Завете цитируется из Ветхого Завета, мы хорошо знаем. И оно приобретает тот смысл, который нам представлено в Новом Завете. Хотя в Ветхом оно может иметь другой смысл. Что означает термин «мессианские пророчества»? В Библии в Ветхом Завете как раз содержится пророчество о появлении в этом мире спасителя, которого зовут Мессия или Машеах по-еврейски, по-русски «Христос», по-гречески «Христос», по-русски это получается «помазанник», то есть тот, кто помазан или назначен на это служение. И в Ветхом Завете есть много предсказаний, которые относятся к Мессии. Правда, со свеками там добавляются дополнительные предания, из легенд, из Агады, из Медрашей. Появляются дополнительные какие-то признаки. Он на белом коне приезжает, он будет трубить трубу, когда его будут встречать и так далее, в красном плаще. А известно, что одним из пророков, который оставил нам мессианские пророчества, был пророк Исаия. Ну, во-первых, он обращался к своему народу и говорил слова Божьи в отношении поведения народа. То есть он говорит, вы ходите в церковь или ходите в храм, а при этом какое-то беззаконие в вашей жизни и так далее. То есть он говорит, что если вы не будете повиноваться заповедям Божьим, то в конце концов вас постигнет кара. И придут захватчики и уведут вас в плен. Так и случилось. А как пророк Исаия предсказал рождение Иисуса? Одно из пророчеств, которые он предсказал, оно записано в 7 главе и в 9 главе. «Владыка даст вам знамени. Вот деву понесет и родит сына, и назовут ему Эммануил». Это 7 глава стих 14. А в 9 главе, в 6-7 стихе написано «Ибо для нас родилось дитя, сын нам даровано обетованный, на плечи коего владычества ляжет. И нарекут ему имя чудный советник, могучий бог, вечный отец, правитель, созидающий мир». Ну или «царь мира». Мы понимаем, что здесь будут такие двойные титулы. Чудный советник, могучий бог, вечный бог, вечный отец, правитель. Ну, в общем-то, здесь имя такое встречается «Эммануил». «Иммануэль» означает не что иное, как «с нами Бог». То есть это такое составное слово, которое означает «с нами Бог». То есть это имя, это пророчество потом будет упоминаться в Евангелии от Матфея. Владимир Соловьев, Эммануил. «Во тьму веков-то ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях небо опочила. И в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденными под яслями давно. Да с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне, и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь теперь, средь суеты случайной, в потоке мутным низменных тревог, владеешь ты всерадостной тайной, бессильно зло, он вечно, с нами Бог». А как еще пророки называли Мессию? И называют его повелителем, он принесет покой людям, это книга бытие, скипетр будет в руке Иуды. Число 24 глава говорит, звезда от Иакова поднимется скипетр от Израиля, а в книге Второзаконии сказан пророк, подобный Моисею. Вот это только та небольшая группа титулов, которые к нему относятся. Какие еще обстоятельства жизни Иисуса предсказал Исаия? Ну, смотрите, у нас получается, когда пророки предсказывают пришествие Мессии, там получается, что, с одной стороны, он должен освободить народ от всех иноземных захватчиков, это Иисус не сделал. И есть там еще у него четыре песни, которые называются «Песня о страдающем рабе». То есть у Мессии есть еще одна ипостась – страдающий, страдающий Мессия. И они говорили о том, что это очень такие странные пророчества, они относятся к еврейскому народу, но там очень ясно написано, что он вродился среди нас, то есть среди народа, он пострадает, и мы ни во что не ставили его, но он взял наказание на себя. А потом он воскреснет и будет смотреть на то, что он совершил с довольством, то есть с удовлетворением. Это 53 глава книги Пророка Исаия. Известно ли, за сколько лет до рождения Христа были записаны пророчества? Ну, мы с вами вообще говорим о том, что вся Библия или Ветхий Завет был собран где-то в V-IV веке, да, он был собран, когда евреи вернулись из Вилонского плена. И тогда вся Библия была собрана. То есть это самая поздняя дата, да, что называется, то есть IV-V век – это самая поздняя дата, когда Ветхий Завет был собран. Но на самом деле некоторые пророчества прозвучали гораздо раньше, то есть за XV веков до Рождества Христова, да, за книги Псалтырь, например, за 10 веков, когда Давид писал, и он пишет о том, как Иисус страдает на кресте, например, да, вот, рассказано, что, предсказано, что он родился в Вифлееме, это тоже X век. То есть за 10 веков до Рождества Христова были многие пророчества, были уже произнесены. Кого ожидал пророк Исаия в качестве мессии в разные периоды своей жизни? У нас здесь всегда возникает вопрос, та книга, которая называется «Книга пророка Исаия», это у нас одна книга или это три книги разных, или две книги разных, да, то есть писал ли это один человек, или его ученики еще продолжали писать его книги, которые потом назвали его именем. Вот, и тогда получается, что книга пророка Исаия говорит о Христе в разных совершенно тональностях. В первой части больше говорится о том, что, в терминах суда, и говорится о втором пришествии скорее, то во второй части скорее говорится о том, кто пострадает за нас и нас спасет. То есть в разных частях книги пророка Исаия говорится немножко о разном. А как волхвы с Востока узнали вообще о том, что родится Спаситель? У них обязательно есть два вида данных. Первые данные – они наблюдают небо, и по удивительному сочетанию звезд они понимают, что должно произойти что-то удивительное в этом мире. Они читают древние книги, и одни из этих книг, которые написал пророк Даниил, там очень много цифр, указывающих на дату рождения Христа. И они понимают, что это приблизительно тот самый век, в котором они живут. И они таким образом вычисляют, что сейчас должно произойти великое событие, которое предсказали древние пророки, пророк Исаия, пророк Даниил. И они отправляются в Израиль. В Израиль они узнают место, потому что пророчество – прописанное место, где он родится. И потом они находят Иисуса и понимают, что пророчество исполнилось. Мы должны с вами прояснить. Во-первых, у нас два сюжета. Первый сюжет – это связан напрямую с Иосифом. То есть Иосиф женился, но еще он не был своей женой, как уже знал, что она беременна. То есть девушка беременна до того, как они стали мужем и женой как таковыми. То есть они только обручены, а она уже беременна. Естественно, что он не хочет продолжать этот брак, но ночью к нему являются ангелы. Говорят, что тот ребенок, которого Мария носит – это ребенок Божий. И, в общем-то, первый рассказ – это рассказ о Беосифе. И там приходят волхвы, которые пришли сначала в Иерусалим к Ироду. И Ирод говорит о том, что узнает, где должен родиться Мессия, посылает туда волхвов. Волхвы идут, находят Иисуса и дарят ему подарки. Это первая история. А вторая история записана у Луки, и там пастухи. То есть получается, что это царская история в Евангелии от Матфея. А у Луки история отношения Иисуса со всем миром. То есть это другая немножко история. И в этой истории рассказывается о том, что Иисус пришел для того, чтобы изменить мир или жизнь обычных пастухов. Интересно, что Мартин Лютер, он очень любил детей. Вот он написал даже песенку такую, как «Если бы ангелы возвещают пастухам ангельскую весть». Детская или ангельская песенка Мартина Лютера. «С высот небесных я сошел, чтобы рассказать, как хорошо земле нести благую весть, о том рассказывать и петь. У девушки родился сын, младенец неземной красы, на радость и веселье нам, живущим в поле пастухам. И это был Христос Господь, наш Бог обрел земную плоть. Для нас спасителем он стал и от грехов душа чиста. И вот вам знак. В яслях лежит, пеленками малыш повит. И тот, кто так убог и сир, творец, что держит этот мир». И вот мы радостно поем и с пастухами в хлев войдем. Мы видим, что нам Бог дарит, что в сыне Божия любовь. Будь зорко, сердце не блажи. Гляди, кто в ясельках лежит. Кто сладко спит, не дуя в ус. Малыш, наш маленький Иисус. «Господь ты наш, творец всего. Земное принял естество. Лежишь в кормушке для скота, и сено убывает там. Но не сравнится глубина и высота, и ширина. Рубин, алмаз, олеопал с той узкой люлькой, где ты спал. В твоей ту воле как мне быть? Решил ты правду мне открыть? Что сила, власть, богатство, блеск? Ничто пред славу небес. Мой Иисус, я так люблю тебя. Войди ко мне, молю. И в сердце моего лоре живик вовек. Мой царь царей». Я только отдельный куплет, потому что песенка длинная. Вы знаете, что в древности песенки пелись медленно. Радио не было. Песенки были длинные. Я застал еще это время, когда мы пели по старым сборникам, и там у нас было, например, 8 куплетов. И мы поем сегодня первый, пятый, восьмой. То есть мы поем не все куплеты, а поем три куплета вот этих. Выбираем под богослужение. А в старых церквах еще были такие наборные кассы, где цифрками ставили номер псалма, который мы сегодня поем, и номера куплетов. Да-да-да, я наблюдал такое уже. Вот, и на Рождество как раз мы понимаем, что у нас есть некоторые атрибуты Рождества. Но первый атрибут – это елка. Она у нас перешла на Новый год. Но вообще это рождественская елка. То есть рождественские деревья, поскольку первые праздники праздновались в лесу. Такая смесь произошла. Все-таки мы говорим, что языческие традиции, они осветились рождественской историей. То есть уже получается, что там у нас не солнце сияет, а рождественская звезда на вершине елки. Собственно, звезда. Не красная звезда, а именно рождественская звезда. Теперь, когда мы с вами говорим про атрибуты Рождества, то мы вспоминаем еще одну вещь. Так называемый вертеп. Вертеп – это пещера Рождества. В русском такое название. В центре стоит люлька или кормушка для скота. Ясли. Кстати, потом произошло название детского сада, в котором дети до школьного возраста, до детсадовского возраста, в ясли сад. И там лежит младенец. Какая-то кукла очень похожа на младенца. В английском он называет название Baby Jesus, то есть младенец Иисус. За ним стоят родители – Иосиф, обручник и Мария, дева. И они стоят в окружении какого-то домашнего скота. Это ослик, это корова или бык и еще какое-то животное. Овечка. Три этих животных. Но овечки, там еще рядом с ними обязательно пастухи появляются из Евангелия от Луки. Они стоят, овечки, рядом с пастухами. И обязательно появляется в углу, появляется еще у этого вертепа, появляются еще три фигуры, которые принесли свои дары. Золото, ладно, смирно. Это три молхва или мага, которые принесли, которые зовут по именам, да, Каспар Великой Род Волтасар. И вот такого рода вертеп во всех западных городах больших делают из пластика красиво в центре города стоять на площади. Такие же делают небольшие, такого же рода у нас появляются в церквах, где происходят рождественские обязательно пасхальные песни. И мы знаем с вами очень много пасхальных гимнов, которые поются. Например, самый известный гимн немецкий, «Тихая ночь, дивная ночь». И этот гимн, который стал международным гимном, сегодня поют не только на немецком языке. Но изначально он был написан по-немецки в австрийском городе, где пастор решил помирить две части деревни, которые между собой ссорились. Как только он придумал этот гимн, деревня помирилась. И мы понимаем, что праздник Рождества – это праздник мира, потому что он же князь мира, а мир – это шалом, а шалом – это благополучие. То есть, когда мы празднуем Рождество, мы празднуем, праздник всеобщего благополучия, который приносит нам Бог. Ну что, друзья, перед тем, как закончить наш подкаст, я напоминаю вам, что на сайте книга-книг.инфо вы можете зарегистрироваться и начать изучать библейские уроки. Иван, спасибо большое за интереснейшую беседу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова